Приобрел вот такой инструмент и, собственно, ни в одном из, так сказать, обзоров я не услышал о качестве его шума и вибраций. И этот пробел я сейчас устраню. Почему мне это было очень важно? Потому что, когда я взял у друга попользоваться его инструментом, я понял, что он мне нужен. И я понял, что точно не такой. Потому что в этой части корпуса с шумами и с вибрациями всё нормально, а в этой части просто ужасно. То есть рука потом просто гудела от него. И при выборе инструмента мне очень были важны эти параметры. То есть вибрация и шум. Об этом почему-то никто не говорит. Так вот, про этот инструмент. Здесь всё идеально, кроме одного момента. На максимальных оборотах вибрирует эта часть. С этой частью по поводу вибраций всё в порядке. Итак, шумы. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Теперь для сравнения следующий прибор Кстати, у этого, не знаю, скорее всего, не знаю производителя, рубашка очень мягкая Так Вот эта часть просто ужасно вибрирует Я не знаю количество оборотов на этом приборе Поэтому, в принципе, такую вибрацию для таких оборотов считаю допустимыми К тому же я не собираюсь пользоваться максимальными оборотами на своем приборе Потому что таких работ я не произвожу Вот, кстати, по поводу вибраций Можно, я думаю, проверить вот таким образом Вот я сейчас положу на чемодан и будет слышно, как вибрирует мой, так сказать, привод Теперь для сравнения я проделаю то же самое с приводом другой машины Вот такая вот гигантская разница Что касается комплектации Ну, во-первых, чемодан Для меня это было очень важно Количество насадок здесь, конечно, минимальное Но меня не это очень волновало Меня интересовали шумы, вибрации И, в общем-то, наверное, все Для чего же мне нужен был этот прибор? Этот прибор мне нужен был для того, чтобы производить мелкие слесарные работы Вот, например, заваренная петля ноутбука Я ее сначала заварил и надо было обработать Вот такую форму придать вручную было бы совершенно невозможно После чего я решил приобрести себе подобный прибор То есть, иными словами, мне это все нужно Для мелких слесарных работ Ну, в общем, как-то на этом все Субтитры сделал DimaTorzok